И к другим новостям. Верхний Уфалей должен ускорить работу по получению статуса ТОСР, территории опережающего социально-экономического развития. Этого сегодня потребовал Борис Дубровский. Резиденты федеральной программы получат большие налоговые льготы и, как следствие, в городе появятся новые рабочие места и предприятия. Уже есть потенциальные инвесторы. Губернатор ведет с ними переговоры. К этой работе подключено также агентство инвестиционного развития Челябинской области. Инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие города, строить новые предприятия, в том числе на производственных площадях завода Уфалейники. Он сейчас является градообразующим предприятием и во многом от положения дел на этом заводе зависит жизнь всех горожан. Получение нового статуса и открытие новых предприятий позволит устранить этот дисбаланс. У жителей появится выбор. У городского бюджета новые налоги. По требованию губернатора, Управление по труду и занятости населения сейчас оценивает верхний Уфалейский рынок труда. Подбирают вакансии из соседних городов, стимулирует бизнес. По заявлению руководства компании Уфалейникель, с завтрашнего дня предприятие планирует приостановить работу одной из трех своих шахтных печей. Главная задача – свести к нулю количество безработных. Основная задача – оценить ситуацию на Уфалейникеле, текущий статус и перспективы работы этого предприятия. Данные поручения всем участникам прошу подготовиться максимально серьезно. Губернатор также требует уделить внимание теплоснабжению верхнего Уфалея, так как 30% жилых домов, а также несколько социальных объектов питаются от котельной Уфалейникеля. В пределах территории.